всем привет меня зовут роман и с вами канал строй крыши в этом видео я вам расскажу и покажу как мы монтировали утепленную крышу где я синдова мансардные окна и дымоходы при предварительных переговорах заказчиком мы обсудили нюансы связанные с кролли такие как что на данном этапе пока будет делаться кровля только на основном доме подсчитывали количество пиломатериала который он закупил летом и половина этого пиломатериала была обработана огнебиозащитой сенеж на момент начала работ на объекте было выложено три фронтона залит армопояс со шпильками шестнадцатого диаметра первым делом обработали оставшийся пиломатериал антисептиком неамид продается он в 5 литровых литровых канистрах это концентрат который надо разбавлять водой соотношение 1 9 исходя из этого из 5 литровой канистры концентрата выходит 45 литров готового раствора краном подняли материал для маурлата это брус 200 на 200 25 на 100 для поддержившей обрешетки а также металлический профиль 100 на 100 для конькового прогона следующим этапом мы сделали гидроизоляцию под маурлата сварили стойки на пятачки которые были залиты в бетоне также смонтировали маурлата смонтировали коньковый прогон сделали отверстие в коньковом прогоне для того чтобы можно было закрепить брус 50 на 100 поверх конькового прогона а также на фронтонах посадили на раствор металлические пластины для того чтобы опереть коньковый прогон так Продолжение следует... 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 строительным степлером после этого подержи обрешеткой между досками примерно 25 сантиметров и самое главное все нахлесты примыкание к фронтоном обязательно надо проклеить мы проклеивали нахлесты с помощью скотча дельта мультибенд а фронтона приклеили с помощью клея для пароизоляции дельта пароизоляцию надо проклеить везде и всюду и делать это надо качественно после того как закончились пароизоляции переходим к монтажу утеплителя в нашем случае это четыре слоя по 50 миллиметров с перехлестом стыков для того чтобы не было мостиков холода также особое внимание уделяем утеплению за маурлатом между крайней стропильной ногой и фронтоном после того как закончили с утеплением монтируем супер диффузонную мембрану мембрана монтируется вплотную к утеплителю она пропускает пар но не пропускает воду на карнизном свесе мембрану клеем с помощью двухстороннего скотча капельнику конденсата потом монтируем контрабрешетку сечением 50 на 50 миллиметров контрабрешетка необходимо для того чтобы создать вин зазор между кровельным покрытием и пленкой для того чтобы подкровельное пространство проветривалась следующий этап это будет монтаж шаговой обрешетки от не за 1 доски до верха 2 35 сантиметров далее от верха 2 до верха 3 35 сантиметров и так далее доходим до самого конька для того чтобы каждый раз не мерить мы применяем шаблон ну и для того чтобы смонтировать длинные крюки водосточной системы между первой и второй доской плотную к первой монтируем еще одну доску под контур обрешетку смонтировали уплотнитель он необходим для защиты страпельных ног от воды через места крепления контрабрешетки гвоздями когда стали понятные размеры кровли заказали металлочерепицу металлочерепица у нас grandline профиль креда покрытие велюр цвет 3009 также параллельно монтируем выносные стропила с помощью консольных балок и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Два бруса 50 на 100 или два сдвоенных бруса 50 на 50. После этого сплошным ковром от конька до карниза монтируем мембрану, огибая эти бруски. При этом степлером не крепим на линии стекла воды. После этого соскатов мембрану заводим до оси яндовы, подрезаем, склеиваем скотчем. По краю бруска клеим уплотнитель под контуру обрешетку, монтируем шаговую обрешетку. Контуру обрешетку не доводим около 10 см до яндовы для лучшей вентиляции, а также делаем разрывы в контуру обрешетки. После этого между шаговой обрешеткой монтируем дополнительную обрешетку для удобства монтажа планки нижней яндовы. Для выхода воздуха из винт зазора на коньке оставляем зазор 7-10 см. Следующий этап это монтаж планок нижней яндовой. Нахлёст делаем около 20-25 см и на нахлёсте обязательно наносим кроельный герметик. После монтажа планки нижней яндовы монтируем универсальный уплотнитель для того, чтобы снег зимой не задувал под металлочерепицу. Ну и после этого монтируем металлочерепицу на этих маленьких скатах. На коньке также оставляем зазор около 70 см. Поверх клеим аэролемент конька для того, чтобы снег не задувал под металлочерепицу. Ну и сразу же потом монтируем конёк. Переходим на подготовительные работы на основном скате. Первым делом это монтируем сетку ПВХ на карнизный свес для того, чтобы насекомые, мелкие птицы не залетали в зен зазор. После монтируем длинные крюки водосточной системы. Между крюками монтируем компенсирующую рейку. Поверх компенсирующей рейки монтируем карнизную планку. После того, как металлочерепицы подошли к мансардным окнам, начинаем монтаж мансардных окон. Полное видео о монтаже мансардного окна вы можете посмотреть по ссылке в конце этого ролика. На яндове также оставляем зазор около 70 см. Саморезы монтируем не ближе 300 мм от оси яндовы. А потом сверху монтируем верхнюю накладку яндовы, монтируя саморезы на самые высокие точки. По креплению саморезов на скате. Карнизный и фронтонный свес под каждую ступеньку. Горизонтальный стык и вертикальный стык тоже под каждую ступеньку. А по листу в шахматном порядке примерно наверх через две волны. Субтитры сделал DimaTorzok Еще раз обращаю внимание на качество монтажа пароизоляции. Пароизоляция должна быть проклеена везде и всюду. Если этого не сделать, пар пройдет через эти щели в утеплитель. В зимний период утеплитель намокнет, потеряет свои свойства. И это приведет к удручающим последствиям. Поэтому обязательно пароизоляцию надо проклеить везде и всюду. И делать это надо качественно. Еще пару слов о монтаже пароизоляции вокруг дымоходов. Исходя из требований пожарной безопасности, горючие материалы не должны быть ближе 50 см от центра дымохода. Поэтому заказчикам были заранее изготовлены элементы из оцинкованной стали. Перед этим на деревянные конструкции был смонтирован базальтовый картон. А также был смонтирован короб из оцинкованной стали. Ну и последним этапом это был монтаж труб водосточной системы, монтаж снегозадержателей, а также монтаж коньковых вентилей на коньке. На этом закончились работы на этом объекте. Всем, кто смотрел, спасибо. Удачи. До новых встреч на новых объектах. Субтитры создавал DimaTorzok